Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Чем больше показатель подписчиков, тем больше людей знают про вас или ваш бизнес и, конечно же, пользуются вашими услугами, товарами и так далее. Но подписчики не появляются сразу после создания аккаунта, их нужно привлекать. Поэтому сегодня я расскажу о бесплатных и платных способах привлечь первых подписчиков в свой аккаунт в Инстаграм. Существует множество хитростей, которые помогут продвигать страницу в Инстаграме. Но, к сожалению, просто шикарных снимков с живописными сюжетами и идеальными блюдами недостаточно. Если вы мечтаете стать звездой Инстаграм, посмотрите это видео до конца. Итак, поехали! Первое – это подключаем бизнес-аккаунт в Инстаграм. Если вы решили серьезно заняться раскруткой Инстаграм, то первый шаг – переключиться на бизнес-аккаунт. У него есть функции, которые недоступны на обычном. Это расширенное описание, кнопки связи, указание категории, строка, в которой можно указать сферу деятельности, статистика, просмотр, сохранение в закладке, количество подписок и отписок за последние дни. И также возможность запускать рекламу. Второй способ – публикуйте красивые фото. Качественные фотографии – одна из главных составляющих популярности в Инстаграм, ведь это первое, что видит читатель, перейдя к вам в профиль. Во время размещения публикации фотографиям нужно уделять особое внимание. Картинка должна быть яркой и выделять ваш пост среди других. Вам нужно заинтересовать людей, чтобы они кликнули на картинку и прочитали то, что вы хотели им сказать. Третье – публикуйте сторис. Раскрутить свой Инстаграм без освоения истории не получится. Это один из самых популярных разделов данной социальной сети, которым им приковано больше всего взглядов. Кроме того, во вкладке «Поиск» отражаются самые популярные истории других пользователей. Попасть в топ достаточно сложно, но если получится, то тысячи новых подписчиков вам гарантированы. Четвертое – социальные сети. Расскажите о вашем аккаунте в Инстаграм в других социальных сетях, а также упоминайте ссылки в комментариях к другим постам. Чтобы привлечь аудиторию, создайте в публикации интригу, пропишите выгоду, которую смогут получить пользователи, если перейдут в ваш Инстаграм-аккаунт и подпишутся. Например, подпишись на мой аккаунт в Инстаграм, чтобы получить скидку на товар. Когда наберется тысяча подписчиков, я выложу вторую часть чего-то, например. Пятый способ – комментарии. Этот способ – время затратный, но эффективный. Вам нужно в аккаунтах звезд известных блогеров и лидеров мнения в похожей с вами области оставлять комментарии и общаться с другими подписчиками. Но не нужна откровенная реклама, это не работает. Пишите комментарии по теме, вступите в беседу, покажите себя как эксперта. Возможно, аудитория заинтересуется вами и перейдет на ваш аккаунт. Это будут живые подписчики, которым вы действительно интересны. Они с большей вероятностью будут ставить лайки, комментировать и что-то покупать. Еще можно зарегистрировать дополнительный аккаунт и, скажем так, оживить его, например, добавить несколько фото, набрать немного подписчиков и оставлять комментарии, вроде тоже долго искала такую сумку, нашла у этого-то человека. То есть указывайте ссылку, не оставляйте одинаковые комментарии у всех блогеров. Аудитория у профиля одной тематики пересекается и скоро все поймут, что ваши комментарии – реклама. Шестой способ – хэштеги. Это основной источник трафика, ведь именно по ним большинство пользователей находят ваши посты. Используйте как тематические, так и популярные хэштеги. Придумайте свой брендовый хэштег. Это поможет повысить узнаваемость вашего профиля. Размещайте теги не только в описании поста, но и в первом комментарии под ним. Седьмой способ – геотеги. Используя геотег, вы привлекаете тех, кто находится рядом. А значит и соседи не пройдут мимо и подпишутся. К тому же геометки, как и хэштеги, позволяют показывать публикации заинтересованным пользователям. Если вы сделали несколько фото в одном месте, то при публикации указывайте разные геом. Это увеличит охват и подписчиков больше соберете. Привлечение аудитории из ТикТок. ТикТок – отличная площадка, откуда можно переманивать к себе пользователей. Однако, вирусное видео может принести тысячу новых подписчиков. Если оборвать видео на самом интересном моменте и предложить пользователям досмотреть его в Инстаграм, то можно заполучить массу легких подписчиков. А про ТикТок я вам уже рассказывала. Смотрите у меня другое видео, как также набрать подписчиков. И просмотров ссылку оставлю в описании. Девятый способ – вирусный контент. Если вы сделали пост, которым все начинают делиться бесплатно и он попал в рекомендованные, вы получите много подписчиков бесплатно. Следите за тем, что сейчас в тренде в Инстаграме. Какие темы? ЗОЖ, феминизм, отношения, мода и шоппинг, бьюти, ну и так далее. Все эти темы в разное время собирали большую аудиторию. Также интересуйтесь новостями общими и в вашей сфере. Делайте посты и истории на актуальные темы. Не нужно сразу же хвататься за них, если вам это не близко. Но всегда что-то можно встроить в свой контент, чтобы заинтересовать новых людей. И еще, чтобы повысить вовлеченность аудитории, задавайте своим читателям вопросы. Размещайте посты с вопросами и призывом ответить в комментариях. Интересуйтесь мнением своих читателей, узнавайте, что они любят и так далее. Это принесет не только комментарии, но и улучшит коммуникации с аудиторией. Полученные данные можно также использовать при разработке контент-плана. Взаимная реклама. Вы размещаете у себя ненавязчивую рекламу аккаунта, в котором обитает ваша потенциальная аудитория, а пользователь или компания, которую вы прорекламировали, размещает рекламный пост в вашей страничке. Эффективный инструмент, работающий по принципу нативной рекламы. А сейчас расскажу вкратце, какие платные методы помогут набрать подписчиков. Платные методы продвижения. Маслайкинг. Методика продвижения, которая работала, работает и будет работать еще долго и успешно. Таргетированная реклама. Розыгрыши. Дарить подарки и радовать других людей не только приятно, но и выгодно. Стоимость вашего продукта или услуги быстро окупится. Когда желающие выиграть приз, начнут массово комментировать и лайкать посты или подписываться на ваш профиль. 4. Реклама у блогеров. Еще один вид работающей рекламы при условии грамотного подбора раскрученного аккаунта. Посты с упоминанием, например, вашего онлайн-магазина или профиля о предоставлении услуг могут размещаться как в ленте блогера, так и в его сториз. Чат-бота. Внедрение менеджера значительно облегчит сбор информации отца и общение с клиентами. Такие автоматические администраторы способны выполнять функцию техподдержки, проводить опросы, обрабатывать заказы и делать рассылку важного контента. Как заработать в Инстаграме в 2020 году? Тех, кто зарабатывает в соцсетях, волнует вопрос, что продавать в Инстаграм, какой контент будет интересен аудитории. В 2021 году, я думаю, уровень прямых продаж будет снижаться. Покупатели будут выбирать не просто практичный товар и услуги, а опираться выборе на определенные ценности, экологичность, эстетику, красоту, пользу в мировом масштабе и прочие аргументы. Товар, который вы предлагаете, должен решать широкомасштабную задачу. Делайте акцент на видеоконтенте. По статистике, 52% покупателей совершают покупки после просмотренного видеоматериала о продукте. Уже сегодня четверть всех рекламных объявлений идет в видеоформате. Чтобы лишний раз убедиться в пользе видеоконтента, запустите видеопост или прямой эфир, посмотрите, насколько увеличится просмотр. Пользуйтесь Инстаграм-сторис. 37% просмотров идут именно с этой функцией Инстаграм. Люди не хотят листать и читать посты, они предпочитают посмотреть сторис. Аудитории интересно, что вы делаете здесь и сейчас. Это как сериал, который не хочется пропускать. Говорите с аудиторией о погоде, животных, кинофильмах, отдыхе, модных вещах. Публикуйте фото, видео, задавайте вопросы, побуждайте, чтобы подписчики участвовали в разговоре. Полезной функцией в Инстаграме являются видеотрансляции, прямые эфиры, проводимые раз в неделю, в которых вы будете делиться полезной информацией, привлекут больше участников. Ваши подписчики будут относиться к вам толерантнее. В сцене будет искренний контент, а также упор рекламодателей на начинающих микроблогеров. Подписчики не хотят, чтобы их обманывали и, честно говоря, нативной рекламе они уже не верят. Они готовы прислушаться к начинающим блогерам, которые говорят о волнующих проблемах искренне. Аудитория таких блогеров ограниченная, но активная. Плюсы и минусы заработка в Инстаграм. Итак, начнем с плюсов. Первое это для работы не нужно специальное образование. Для того, чтобы полностью изучить Инстаграм, нужно всего 1-2 месяца. Можно начать работу вообще без вложения. Да, если деньги есть, это ускорит весь процесс. Но если денег нет, то можно начинать и без них. Третье. Работайте, когда хотите. Здесь вы можете себе обеспечить полностью гибкий график работы. Ведь вы сами все решаете. Достойная прибыль. Здесь нет рамок по вашему доходу. Чем больше будете работать, тем больше будете зарабатывать. А теперь пройдемся по минусам. И, конечно же, это конкуренция. Сейчас уже создано множество различных блогов практически на любые темы. Вам придется постараться, чтобы делать качественный контент и привлечь внимание пользователей. Время. Чтобы начать достойно зарабатывать, нужно будет потратить время. Забудьте о быстрых деньгах. Работайте и доход не заставит себя ждать. Как видите, плюсов значительно больше, а минусы, на мой взгляд, вообще не сильно портят картину. Поэтому, если вам нравится Инстаграм, то пробуйте. Все у вас получится, если у вас есть стремление. Теперь можете выбирать сами, что вам по душе, начать вести собственный блог, завоевать армию фанатов или изучить какую-либо Инстаграм-специальность и просто делать свою работу. Если приложить желания и усилия, то зарабатывать можно даже больше, чем на основной работе. Но помните, что это дело не быстрое. Подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. Скоро увидимся. Пока-пока.